Всем привет, ребят! С вами Андрей из солнечного Парижа. В этом видео я хотел поговорить про что я думаю насчет Китая. Бизнес на Амазон с Китая, почему я не рекомендую, почему в этом куча минусов, и, собственно, почему я не делаю контент на данную тему на моем YouTube-канале. Меня многие спрашивают, многие просят, опять же, информацию, почему с Китая не возите и так далее. И по какой же все-таки модели стоит заниматься на Амазон? Какая же модель самая эффективная, самая успешная и самая простая в существовании? Вы узнаете в этом видео прямо сейчас. Еще раз, я говорю, поставьте лайк, пишите на канал, это очень важно. Долго для вас выбирал локацию, такая вот красивая башенка за мной. Сел тут в парке и решил записать видео. Давно контента что-то не было на канале, я на самом деле немножко в последнее время, что ленивый, а времени нету, семья туда, дети, семья, лайфстайл, жизнь, все как бы, как-то все бурлит, но времени что-то не хватает на достаточное количество видео. Ну ладно, ребят, давайте сейчас лирику в сторону, я понимаю, время, деньги и так далее. Лайк, подписка, не забывайте прокомментировать слово гайд, если хотите получить мой бесплатный гайд о заработке на Амазон. Смотрите, про Китай, что касается Китая. Я уже много раз говорил, у меня в том числе есть видео на тему private label бизнеса на Амазон, в правом верхнем вы можете посмотреть, сейчас появится, где я 10 минут рассказывал, почему я не рекомендую private label, вообще мое личное мнение по данной бизнес-модели. Так вот, Китай-то по сути и есть private label. Туда идут именно, когда вы хотите строить свой бренд, купить дешевле, намного и начать продавать. Поставить свою какую-то наклейку, сделать трейдмарк и так далее, и, собственно, начать продавать, ну, банально брать и продавать свой собственный товар под своей собственной маркой. Да? Про правила сейчас говорить мы не будем. Но у меня многие спрашивают, почему вы не делаете wholesale с Китая? Вы должны понимать, когда вы везете с Китая по модели wholesale, оптом берете товар, то первое, в большинстве случаев это будет контрафакт, это будут товары, которые вы не сможете доказать никак легитимным инвойсом, который Амазон просто не будет принимать. Собственно, это второй случай одновременно. Вместе с первым. Когда вы занимаетесь моделью wholesale на Амазон Америка, то есть есть две модели, про которые я рассказываю, про которые я обучаю. Это модель онлайн-арбитраж, в которой мы, естественно, берем, покупаем бренды, известные бренды, продаем их на Амазон с онлайн-ретейл-магазинов. Вторая модель – это модель wholesale, где мы делаем то же самое, но покупаем уже у онлайн-дистрибьюторов, да, у оптовиков. Берем, естественно, товары напрямую, получаем инвойс. Существенная разница в том, что вы получаете официальный инвойс от дистрибьютора, от оптовика, и вы можете с этим инвойсом открывать категории, бренды и, конечно же, подтверждать аутентичность ваших товаров. Если вы будете покупать товары с Китая, да, соответственно, да, то это просто так не прокатит, ну, чтобы понимали. В частности, на это Амазон был спросить на контрафакт. Он хочет, чтобы была продукция легитимная, с легитимных поставщиков, конкретно с локального рынка. Это либо американский, либо английский рынок, в зависимости от того, где вы продаете, чтобы вы понимали. Если вы будете таскать товары с Китая, то у вас будут проблемы с аккаунтом. Вы можете, безусловно, таскать товары на дженерик продукты, на дженерик товара, на дженерик листинги, делать неплохой ROI и так далее, на свой страх и риск, но, опять же, мы играем в долгую, чтобы вы понимали. Если вдруг не знаете стартовать на Амазон, в правильном ременду у меня появится видео, 30-минутный пошаговый гайд, можете его посмотреть, очень полезное видео на моем YouTube-канале, которое набрало уже почти, может, уже выше 100 тысяч просмотров на моем YouTube-канале. Смотрите, я Китай не рекомендую еще по тем причинам, что вы будете банально ждать долгого вашего товара. Вы также не застрахованы от тех же китайских селлеров, которые могут делать, в принципе, то же самое, что и вы. Но вы застрахованы, на самом деле, бизнесом в долгий срок, когда вы закупаете товары на американскую компанию прямо в США и делаете это у локальных дистрибьюторов, у локальных оптовиков. Именно эту модель я исповедую, именно эту модель я рекомендую всем делать. Китай в априори, он не для опта. Раньше что-то там пытались, делали, ребят, но эта тема, почему она такая, ну, ее про нее никто не говорят на YouTube, на Amazon, на YouTube, следственно, в социальных сетях и так далее, в масс-маркете, да? Почему никто об этом не рассказывает? Потому что это не под это. Это то же самое, что на Etsy делать wholesale. Etsy, вы знаете, что это больше, ну, платформа для handmade, для, ну, опять же, для личных каких-то изделий, изготовления и так далее. Также на Amazon вы делаете то, что работает. Арбитраж, она арбитраж, ретеларбитраж, либо занимаетесь оптом, продаете дистрибьюторов с оптовиков. Именно это и должна быть ваша конечная точка. Заниматься оптом, заниматься wholesale и делать это локально. Быстро получать товары, быстро их продавать. Делать, да, возможно, меньше рой, меньше маржинальность, но это будет стабильный заработок, это будет то, что, соответственно, вы можете развивать и развивать в долгую. В долгую и не заниматься этим, ну, там, месяц-два, опять же, ваш аккаунт банально может слететь, вы должны это понимать. Аккаунт слетит и потом еще один новый делать. Можете к нам, конечно, обратиться, мы можем сделать вам много аккаунтов на юрлице, это не проблема, пишите, ребят, можем помочь с этим. Но, собственно, поэтому я не рекомендую Китай. И это самая главная, основная причина. И я не вижу смысла развивать эту тему дальше. Я просто не рекомендую, я просто не советую заниматься wholesale с Китаем. Private label, пожалуйста, на 5, там есть очень много минусов и так далее. Private label вы не начнете с 200 долларов, с 1000, с 3, с 5. Вам нужно хотя бы 10-20 тысяч долларов, ну, вот минимум. Лучше все 50, закладывать на маркетинг, на рекламу и так далее, на все. Зависимо, конечно, от какой нише вы хотите запустить товар, продукт и так далее. И с кем, опять же, какая у вас будет конкуренция, с кем вы хотите конкурировать, за какие ключевики. Все равно это нужно смотреть, опять же, какой товар, сколько его стоимость. Все это нужно просматривать. Но Китай это не про то, что вы думаете, так сказать. Поэтому я, надеюсь, ответил на ваш вопрос, ребят. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. В тонкости какие-то вдаваться не буду, смысла нет. И, наверное, запишу для вас еще какое-то полезное видео прямо сейчас после этого. Поэтому прямо вот здесь, на то место. И выпущу его. В общем, это так, ребят. Всем еще раз спасибо. Комментируйте слово «гайд» прямо сейчас под видео этим. Очень важно. Лайк поставьте, подписку поставьте. Подпишитесь обязательно. А если хотите, чтобы я постоянно выпускал контент, можно чаще. Я это буду делать, ребят. Просто сейчас надо собраться, так сказать, со временем, с организацией. Проблемы с дисциплиной есть. Вот. Ну, у всех есть свои косяки, сами понимаете. Как всегда, ребят, обучение Amazon Mastery у меня в описании под этим видео. Можете посмотреть. Если хотите обучаться у меня лично, ребят, получать приватную поддержку в моем телеграм-канале для учеников. Пишите мне, ребят, лично, если хотите прибыть один из пакетов. Опять же, телеграм-канал, подписывайтесь на наш общий телеграм-канал, на мои соцсети, на инстаграм и так далее. Следите, ребят. Всем еще раз спасибо. Не занимайтесь серендой, делайте то, что работает. Получайте мой гайд и начинайте зарабатывать на Amazon. Всем еще раз спасибо. Пока-пока.